Коты хоть куда, только что не мяукают. Кошкой Милка вскармливает новорожденных крольчат, а дворовый пёс Сэм следит за их воспитанием. Ушастые малыши рано остались сиротами, если бы неприёмные родители быть в беде. Кошечку зовут Милка, ей 13 лет. Родила вот одного котёнка, а мама крольчиха погибла. Вот мы и подсадили их. Крольчата были маленькие, слепые, глазками не смотрелись. Она лежит, они все, кто куда. Кто под хвост, кто под лапу залезет и сосут. Кошка не делит малышей на родного и приёмных. Кот Барсик помогает своей усатой подруге. Настоящая интернациональная семья, шутит хозяева. Вот всех лежит, всех так же любит, как своего котёнка. Ты у меня хорошая, ты у меня умница. Со дня рождения малышей прошло три недели, но крольчата вовсю опережают развитие своего молочного брата. Пока котёнок только едва ползает, крольчата уже с удовольствием щиплют травку, пьют из блюдечки молочко, разбегаются по дому и осваивают кошачий лоток. В уголке есть там туалет у кошки и в лоточек, смотрю, уже бегает то один, то другой. Видимо, это может быть мать научила, может быть какой-то запах там от кошки, инстинкт. Несмотря на беспокойный нрав ушастых питомцев, хозяева не спешат помещать их в вольер. Говорят, приёмные родители могут начать по ним тосковать. Дворовый пёс Сэм тоже не обижает юных соседей. Лапки будет лизать носик. Хороший, Сэм хороший, хороший, хороший. Молодец. Елена Еговцева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.